Какая одежда? Ты видел, в чем он в клипе «Кто убил Марка»? Чувак просто принес волыну-батину в школу и запугивал там одноклассников. Там должен был быть Кизару. Выходит подкаст, появляется пост Собчак. Сейчас модно хейтить соду лавы. Кожа теленка покрашенная и микрозебра. Чуваки, вы просто не видите последствия. Писка пришла ко мне домой сегодня, чтобы я показал вам, как и где живу. Давай сначала быстренько выключим связь, чтобы вы смогли заценить видок. Видок здесь очень вдохновляющий. Если я пью кофе, то обязательно смотрю на вечернюю Москву. А я думала, у меня красиво. Квартирка у меня на самом деле не особо большая, потому что я не люблю большие помещения. Я сам очень большой, поэтому я решил поселиться в таком, знаете, типа, компактом вагончике, где, в принципе, все есть. Саня Рудич подарил мне зачарованный бубен, который зачарован на удачу и какие-то ништяки. Я надеюсь, может быть, он зачаровал его на то, чтобы меня хейтили, типа, все. Пока что выглядит так. Варган — это очень интересный инструмент. В последнее время очень увлекся всякой этнической штукой. Вот эти вибрации ты языком задаешь. А ты можешь еще делать и подобавлять дыхание. Ну, короче, понятно. Но я не мастер игры на Варгане, если что, я так чисто прикалываюсь. Иногда сижу по 4 часа, типа, и тут бронг, бронг, бронг. Здесь такая чисто моя casual шмотка, поэтому она стоит в комнате. Ну, знаю, чтобы я буквально вот я тут одеваюсь, быстренько накинул что-то тут в зеркало. Рубашечки, футболочки, например, мерч Мигаса Фраз. Мерч Трэвиса Скотта с этим, с Фортнайтом. Вот это, кстати, прикольная тема, но я скорее эту футболку купил, как, знаете, арт-объект какой-то. Там на Йоксе, кстати, 70% скидки, 50%. Конечно же, когда я увидел у Славы Мерлоу в истории, что Бершка выпустили футболки по Наруто, я взял себе майку с Итачи. О, кстати, это Glory University, это бренд Чивкифа, ну, Glow Gang, типа. Здесь коллаб Стенозис и Глеб Костин, Богема, Ленинград, Глеб Костин, салют. У тебя очень интересная кепочка. Это кепка Богема. Очень крутая кепка, наверное, с девизом моим по жизни вообще. Но это правда. Ты легко отсекаешь людей? Очень, очень просто. Если человек уходит из твоей жизни, это не страшно. На то она и жизнь, на то нас и 7 миллиардов людей. Или сколько нас? 7 миллиардов, скажем больше. Ну, типа, люди — это ресурс. Ты тоже ресурс. Конечно, я ресурс. Исчерпаемый. Главное, что неископаемый. Я видишь. Что ты почувствовал, когда Морген в свое время назвал тебя звездой? Открытием, открытием, ну, будущей звездой. Почувствовался банком. С приколами? Ну, еще с теми приколами. У меня много приколов, да. А какая была твоя реакция, когда Инстасамка и Манекен сказали, что твои песни никто не слушает? Скажи, на них люди ходят. Ну, эта музыка не продается. Эта музыка в минус идет. Прикол в том, что они это сказали, когда я получал больше всего денег вообще. Блядь, ну реально, что-то дохуя, нет? Больше всего денег за что? Ну, вообще в своей жизни, типа. Начнем с того, что такие большие суммы можно получать как? Так, можно получать аванс за релиз? Я никогда не беру аванс. Вообще никогда. Я знаю, что я отобью, но я не беру никогда аванс. Какого порядка были суммы, которые ты получал на пике? Ну, мне этого хватило, чтобы без урона особого просто потратить там 4,5 ляма на часы. Квартиру я вообще там лям сразу закидывал, чтобы меня не беспокоили. За что прилетел этот кэш? Ну, как стримы, выступления. Я очень активно выступал. Стримы? Очень у меня, вот, прошлый год очень активный был на такую деятельность. Сейчас читаю. Что значит стримы? Очень скучаю, на самом деле, по большим перформансам, чтобы все были веселые, не сидели на стульях, чтобы со стулом все было хорошо. Ну, короче, вот, соскучился я по этим временам. Самка и манекен сказали, что ты невостребован. Какие были чувства, когда выдел этот ролик? Смешного было? Может, взбесился? Бро, реально, у меня никаких эмоций нет. Прослушивание, понял. Эмоций по поводу чего-то, хейта в мою сторону, или, типа, если ты не человек, с мнением которого мне важно, если бы, там, Леха Сими, например, мне там на полном, на серьезке бы начал, там, регулярно говорить что-то, типа, блин, Владос, ты там, ну, что-то ты там, это, лоха, короче. Я бы такой, типа, ну, реально, походу, типа, что-то не так. Потому что Леха мой брат, Леха мой близкий, и я, ну, я вслушиваюсь в его слова. Я вижу в них смысл. Почему съехал с рэп дома, где вы все вместе жили? Главная цель трэпа – это выбраться из трэпа. И я это сделал. Так что я больше не трэп-артист. Даже безумно боясь одиночества, я, опять же, просто шел к тому, чего боюсь. И я пришел к одиночеству, и сейчас это мой друг. Потому что одиночество – это лучший тест на совместимость с самим собой. И вот тут сейчас по-любому появится эта распись вот эта вот. Я очень люблю ремень Валентина, очень люблю Биби Саймон, Биби Саймон Салют, Вивьен Вестфуд, ремень Влад Сирентюк от Барбери. Короче, и вот это, вот этот ремень реально с историей, чуваки. Сейчас я вам расскажу реальную историю, о которой невозможно молчать. Короче, вы же знаете все по-любому, такой город Детройт. Ну, город заводов. Как Череповец у нас, только у них Детройт. У них очень много автомобильных заводов. Было до того, как кризис случился. Что предприимчивые люди начали делать? Они начали делать ремни из ремней, из автомобильных. А где ты купил? Я заказал это на каком-то местном детройтском сайте. У меня от них еще кепка есть. Welcome to Detroit вроде. Я думаю, что мы сможем его разыграть. Будете в безопасности. Кто выиграет, будет... Прикольно. ...престернут всегда по жизни. Вот это, вот это очень интересная пара. Салют моим чувачкам в Питере. Это типы, которые делают кроссовки. Интересно. Натуральных материалов. Я люблю всякие пикерарные штучки. То есть здесь, например, кожа теленка покрашенная. И микрозебра. Нежестоко. Вот. Хороший вопрос. Но я же не убивал эту зебру. И зебру не убивали ради того, чтобы сделать мне кроссовки. Поэтому я думаю, что... Не знаю, чувак. Я не могу смотреть вообще, в принципе, как происходит насилие над животными. Однажды я получил пизды за то, что спас котят, чувак. От кого? Просто от мелких типов. Ну, типа, короче, я иду по двору, и мелкие типы какие-то просто хотели выкинуть котят в болото. Понял? Которая там за гаражами. Ну, я просто забрал котят, типа, понял. Раздал пиздюлей типам, а потом старший брат одного из типов дал мне пизды. 1300 стоит, по идее. 300? Да. Ну, блин, чувак, микро-зебра, пистелёнок, типа, всё сшито вручную. Жёстко. Диор. Я люблю Диор. Я же Дог Диог, если кто не знал. Вот эта пара меня вообще поразила. Это Мейсон Марджелло. Очень крутые кроссовки, очень удобные. Салют, Марджелло. Я думаю, что ты смотришь в писку. Это Эмбуш коллапс Найки. Выглядят классично. Кстати, очень дорогие, по-моему. Надевал их раза два, наверное. Мне их вообще не с чем носить. Ну, они просто прикольные, как объект. Типа, как знаете, представьте, вот тут улетает кроссовок. Просто прикольная педаль. Кроссики — это твоя слабость? Нет, бля, это моя сильная. Я тоже люблю Диор, да. Загвоздка. Вот ты покупаешь кроссовки, не думая, с чем ты их там будешь носить или ещё что-то. А потом, по факту, получается так, что тебе под кроссовки приходится вообще докупать всё. Ну, потому что так, потому что ты дурачок и любишь кроссовки больше, чем остальные предметы гардероба. А знаете, что лучше кроссиков? Только годовольный пас кроссиков. Блядь, ну что ж. Выпускать альбомы после «Оксимирона» тебе не страшно? Да нет, а что страшно? Да чувак, ты же видишь, как всё происходит у нас. Типа, люди ждут один альбом, альбом выходит, и все треки закономерно попадают в чар. Затем люди ждут другой альбом, он выходит, и все треки попадают в чар. И так происходит постоянно. «Бандана» прожила там дольше. Да, это крутой релиз, потому что, ну типа, это же зависит, видишь, от музла. Давай, на одной чаше весов «Бандана», на второй альбом «Красота и уродство». Какой сам послушаешь, какой врагу подаришь? Да, не знаю, «Бандана» прикольный релиз. Ну, лично для меня на разок, типа, потому что я, ну... Это же всё-таки релиз такой, типа, йоу, ну типа, музыка молодёжи, мы встретились, мы там разъёбываемся, мы там что-то, на вайбе на каком-то. Ну типа, эта музыка, знаешь, такая, сплочение какого-то. Альбом «Оксимирона», ну, я ждал его просто для того, чтобы убедиться в своих догадках. Вот и всё. Какие у тебя были догадки? Ну, сто пудов, что это просто будет очередной релиз «Оксимирона». Неважно, каким он будет, это просто факт. Но он тебя разочаровал. Ну, я не Саня Ресторатор, конечно. А где он на ютюбе стримит, да, этот Ресторатор? Начаровать он может, если ты фанат. У меня нет чуваков, от которых я фанатею. Ну, да, наверное, отвечай. Ну, типа, «Оксимирон», несмотря на то, что он очень... Я разу не видела. Ресторажно развить какую-то мысль, типа, очень плотную экспозицию выстраивает, очень прям нагромождает, прям. Это круто. Но, чувак, а что под этим-то? Ну, ничего. Типа, ты пишешь трек про самокопание, но при этом я не сопереживаю тебе. Не потому, что я не могу почувствовать твой страгл. Я могу представить, чувак, но это не то. Ну, типа, это слабо с точки зрения конкретно сенсуальной какой-то. Как-то он пафосно это говорит. Смотри, одна из идей «Оксимирона» — это его претензия к новой школе рэпа за слабый текст. Так это не нравится. Вот к тем чувакам, которые есть здесь и сейчас. Это справедливая претензия. Чувак! Конечно, справедливая. Ну, мне такое нельзя предъявить. Просто, короче, сейчас я заметил такую тенденцию. Сейчас очень, в принципе, всегда было модно захейтить кого-нибудь. Например, знаешь, в 2015-м модно было сказать, что «Каспийский груз» — это музыка для, блядь, подъездных дуачков. Типа, что это какая-то зэковская хуйня. Блядь, люди просто не понимают. Не понимают контекст. Спасибо. Не понимают. Спасибо, сода, блядь. Рэперов. Я же вам скажу, 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 скажу. С богатыми, китайскими, туристами в плане одежды. Нет, я не хотела слушать вообще этот альбом. В том числе, я думаю, один из этих русских рэперов — ты. А почему меня должны это задевать? Ну, типа, смотри, одевайся нормально. Чувак, ты какая одежда? Ты видел, в чем он в клипе «Кто убил Марка»? В таком пуховике. Нет, пуховик, кстати, отдельно круто смотрится. Ты же какой-то дизайнер, я не знаю. Да, да, да. Почему не знаю? Бро, я просто на этого дизайнера подписан уже сто лет. Никогда не нравился Оксимирон. Круто, что его стилисты шарят. Но смотрится-то нелепо, не в тему. Так что речь, если про одежду, тут вообще не варик со мной. Мне голос его не нравится. Ну, конечно, тем более, там, с какой-нибудь Ваней Лав Дабл Сикс вы вообще видели? Он же модель вообще. Вот мы на моей студии домашней. Здесь у меня что? Здесь у меня классика. У меня микрофон Доймон ТЛМ-103 с экранчиком, на стоечке. Наушничке у нас. Да, я помню, такой покупала. Очень сложное название. Bayard Dynamic, если кто не знал про такую фирму. Это вообще, это самый классический сетап на любой студии, мне кажется. А зачем тебе две пары монетон? Смотри, одни мониторы у меня активные, вот эти магнаты. Я их взял чисто для того, чтобы слушать музыку с плеера, с проигрывателя. А большие, это чтобы, да, кайфовать. На самом деле, вот эти Yamaha, они слишком даже большие. У них реклама не каталог, да? Я так понимаю. Звуковуха вообще лучше, я как будто не видел ничего в плане своей лаконичности. Это очень упростило мне жизнь. Это Apollo 3X. Здесь очень удобный именно интерфейс. То, что можно с одной кнопки замьютить мониторы, когда ты начинаешь запись. А вот это что за штучка, лежит рядом с монитором? Что там на экране? Это то, на что записывается сейчас вписка. Это очень мега крутой рекордер. Zoom H6. Пацаны, ребята, все, кто занимается музыкой и, возможно, хотел себе собрать свою домашнюю студию или недомашнюю студию, мы составили специально две подборки на Е-каталог. Одну более бюджетную, одну более расширенную, для того, чтобы ты мог выбрать то, что подойдет именно тебе. Поэтому переходи по ссылке в описании и записывайся дома. Пиши в свое удовольствие, но чтобы соседи тоже кайфовали с музыкой. Сначала в Е-каталог, а потом в магазин. Да, дверь рекламы. Рабочая машинка моя. Какая классная картинка. Сейчас я расскажу вам историю своих обоев на рабочем столе. Однажды я дрочил, искал какую-то порнуху. А вроде я ее даже нашел, и уже все играло, все было четко. А у меня одна рука была мокрая от воды. Как-то так тапнул водяной рукой своей намоченной, что одна из иконок просто сделалась обоями на рабочий стол. И я посмотрел, сначала кринжанул немножко, а потом думал, блин, это вообще лютые обои. Ну, типа, это же очень угарно смотрится. Что? Это такое. Это подарок благо Уайта мне на день рождения. Из-за того, что я хикан, я никуда не хожу гулять, я сижу дома в основном, и либо работаю, либо в зале занимаюсь. Я не обкатал его до сих пор, прикинь. То есть ты не раз катался? Ни разу. Я катаюсь, я катаюсь здесь по коридору. Давайте я покажу, как я сделала. По коридору. Задний и передний, а также можно включить их сразу. Три скорости. Три скорости, чувак. Естественно, что первые две меня не волнуют вообще. Чисто до курьера. Если есть третья, то можно первые две. Но коридорчик такой красивенький. Мы немножко вкатываем. Он очень резвый, он газует прям. Я не знаю, он разгоняется вроде там что-то до 60-70. Тоже хочу свою машинку поменять. Мне сказали, что это Ломборджини в мире самокат. Let's go. И у него еще очень крутой тормоз. Он прям какой-то, знаешь, типа, вот посмотри. А что это за самокат? Он дисковый что ли? Или какой-то, ну короче, лютый тормоз. Что-нибудь играешь, может быть? Я забыл аккорд, бро. Я забыл аккорд. Нет. Тоже хочу себе синтезатор. Вот это вот. Вот это вот класс. Ну вот что-то. Рука, плечи, пианист. Хочу играть на синтезаторе. Я должен здесь это сказать. В связи с тем, что правила игры у нас сейчас здесь меняются немножко. Альбом выйдет зацензуренным. Зачем тебе играть? Это потому что сейчас началось давление? Конечно, конечно. И что, ну как бы я принимаю правила игры. Разрабатывать пальчики? Реально. К слову, можно встретить там раз в два трека, в три. Это старый Содалав, у которого было очень много вредных привычек, который много чего не понимал. А сейчас он уже другой. Сейчас ты чистый? Да. И уже давно. В феврале будет год, как я кристально чист вообще. Ты курил 16 лет. Да. Потом в один момент сказал себе, come on, это мне мешает. Я знаю, что среди даже моих близких, там, друзей, каждый из пацанов хотел бы забыть вообще об этом. Последние тенденции, которые происходят в музыке, кейсы Моргена и Лоджи Будда, поменяют рэп-индустрию. Она зацензурилась. Не знаю, я очень вдохновляюсь творческими людьми. Рад, что это происходит. Объясни, почему. Я не воспринимаю ни одну из невзгод, как просто тупое зло, которое пришло ко мне в жизнь. Это обязательно должно стать каким-то уроком. Тут так произошло, что я-то это понял еще раньше. Я думаю, что для артистов это возможность задуматься и подумать, блин, я же, наверное, могу, типа, расширить как-то перечень тем и выбрать что-то еще. Я, наконец-то, реально почувствовал ответственность за контент, который я создаю, чувак. Как бы это, знаешь, как бы меня это там не возносило над кем-то или еще что-то, но я реально подаю пример. И я реально знаю страгл своей аудитории, своих подписчиков просто потому, что я регулярно читаю запросики, когда там вообще, ну, какая-то жесть происходит. Типа, знаешь, там, меня бьет отчим, я там, еще что-то, еще что-то. Я стараюсь поддержать всегда, я пишу, типа, йо, чувак, держись, все будет хорошо. Или там, если девчонка пишет, я говорю, йо, красотка, типа, все будет кайф. Здесь я начинаю свой mooring routine и заканчиваю это все своим вечерним коллективом умыванием. Ручки увлажняю. Вот кремчик на основе виноградных семечек. Увлажнение кутикулы. Вот эта штучка, это масло для кутикулы, очень удобная штука. Есть еще шанель, пшикаюсь ей иногда. Также есть здесь Emporio Armani. Прикольная. Раньше я часто брал трусарди, мне очень нравились они. Вот, здесь уже пошла смазочка. Уже уходишь? Смазочка, два. Обычно они у меня в разных местах, потому что никогда не знаешь, где захочется взбрачнуть. Бритовка очень удобная, знаешь, когда вот надо буквально... Когда наросло миллиметр, вот ей кайф. Ну и Мирамистин, пацаны меня поймут, пацаны знают, что Мирамистина в доме должно быть канистры вообще. Это если у тебя большой. А Слава Мерлоу у меня вообще лежит регулярно на подоконнике. Кстати, это развратный Слава Мерлоу. Сейчас надо включить милого Слава Мерлоу. Вот так вот, пусть вот так будет, а то что-то слишком грязно. Когда говорю с кем-нибудь по фейстайму, ну когда звоню... Зачем Мирамистин? Я навожу камеру на сосок ему. Ну типа, знаешь, человек отвечает, и первое, что он видит, это сосок Славы Мерлоу. Как обычно люди реагируют на сосок Славы? Йо, ты что, сосок? Я такой, да, это сосок. Я не мог не спросить, ты же их по-любому со Славой Мерлоу пейришь. Они так лежат рядом, и ты их... Нет, никогда, никогда я этого не делаю. Никогда. Да все мои чувачки знают, что я очень люблю спать с подушкой. Когда беспорядочные связи. Я имею в виду зоны, и поэтому здесь лежат четкие, которые подарил мне мой близкий брат G4, Рамзанчик. Салам тебе, брат. Блин, Rest in Peace, Genius, Вирджил Эдлоу. Это книжка, которую мне подарили на день рождения. New is a first to me. It's critic intended to keep people like me out. Короче, новое, говорит Вирджил, это фарс. Он говорит, что он не хочет притворяться, что он изобрел что-то новое, потому что он вдохновлен был чем-то. Вдохновление чем-то. Это неплохо, это наоборот, это двигатель прогресса. Это подходит к тебе, мысль? Это очень подходит к мне, потому что я регулярно чем-то вдохновляюсь. Я не боюсь, что, знаешь, меня обвинят в чем-то, что там спиздил, плагиат, еще что-то. Чуваки, жизнь слишком короткая, чтобы бояться обвинений. А байт был? Байтил Комендозина? Орел Кидов? Ну блин, ну как байтил? Я же не... Ну блин, ну я брал форму, да? Я брал форму. Многие люди постоянно... Они не понимают просто, что такое форма. И постоянно меня укоряют за то, что я там кого-то что-то беру. И типа вообще недавно подумал, вообще задумался о фразе в стиле Сода Лав. Сода Лав, это как? Это получается в стиле Комендозина? Нет. Янг Таг? А, нет, погоди. Фьючер? Нет, подожди. Как это в стиле Сода Лав? Чуваки, стиль это то, что неминуемо ведет тебя к стагнации. Вот он сначала стильный, а потом это самоповторение. Очень любил Джимбо, когда только он там начал... Там новый бэнс, новый бэнс. Лютый чувак. Но сейчас я не могу слушать Джимбо, потому что столько лет подряд это... Вороны, демоны, догеры в склепе. Стиль это то, что тебя неминуемо... Это рамки, чувак. Рамки, которые ты сам себе ставишь. Поэтому я просто пишу музыку со вкусом. Я становлюсь безликим за счет бешеного разнообразия. У меня так много лиц, что вы никогда не узнаете мое настоящее лицо. Есть много лиц, а есть много знал. Ты, получается, много лиц. Причем много лиц и песня много знала. Реально? Да. Я просто песня много знала. Это, наконец-то, да, мы добрались до самой главной штуки. Это колонка? Я думал, это лампа. Да, чувак. А это не лампа. Это колонка? Значит, я долго вообще не беру это, не пользуюсь этим. Пыль, видите? Да. Колонка? Не набрать, мне никак не обмануть. Это как раз-таки и есть Алекс. Тот самый легендарный, про которого я много где рассказываю, но никто его не видел лично. Открываем. И здесь вот такая штука. Мы его включаем. Он включается. Это колонка? И теперь мы просто берем и выбираем режим. А, нет. Господи, это уже автоматизировали. Короче, тут много разных режимов. Блин, жесткий бетон, короче. Какая оттенка? Блядь, я думала, это колонка! Вообще никогда такой хуйни не видела. Надо и обрабатывать, это же силикон. И, короче, это все очень сложно. С женщиной лучше? С женщиной проще. Я очень сильно хотел себе Адемар Пеге часы. Royal Oak. Тоже хотел запоздавнить. Что? Я вообще впервые такое вижу. Адемар Пеге пришлось бы ждать из бутика. А зачем это все нужно, когда есть ручка? Короче, это жестко. В карте имеется. Это вторая по любимости вообще моя модель часов. Что-то туманность какая-то возникла. В комплекте идет еще один ремешок из какой-то кожи. Но мне не нравится материал. Ну такой, картонный какой-нибудь. За пять лямов могли бы постараться. Я тоже так подумал. Тебе не страшно надевать часы и выходить без охраны? Нет. Да, чувак, мы живем в паноптикуме. Какая охрана, чувак? Нет, официально заявляю, кто угодно может подойти и сделать со мной что угодно. Чуваки, вы просто не вывезете последствия. Это паспорт, который я сделал отдельно. Он так пафосно разговаривает. Это так отталкивает. Тысячи восемь природных бриллиантов. По факту, типа, ну, блядь, как-то он так самоуверенно, что ли, прям это говорит, прям, типа... Смотри, у меня какое отношение к деньгам. Даже когда я жил в бедности, даже когда у меня, знаешь, грубо говоря, типа, у меня нет денег на всю неделю, там, на неделю вперед. Я знаю, что если я сегодня потрачу бабки, что я буду есть завтра. Чувак, разберемся завтра. А сегодня вкусно похаваем и спать. Ты боишься, что все это закончится? Не знаю, хип-хоп, слава, деньги, хайп. Просто запретят, выключатся. Так это закончится. Так и надо разговаривать? Да нет никогда уверенности в людях. Типа, с чего он решил, что люди не могут вывести последствия? Вот амбиции... Да всякие разные люди бывают. Постоянно. Вот это и есть страгом артиста. Хочешь оставаться в какой-то позиции, но по факту, если ты чего-то боишься, ты должен идти навстречу. То есть вот если я, допустим, начну бояться того, что я стану никому не нужным чувачком, таким же, как я был раньше. Мне поверена, камера так говорит, это хуёв, по альбому могут доебаться. Вау, почему? Разве у тебя нет опасения, что ты дропаешь альбом, а он не залитает? Ну, стрёмно такое говорить. Конечно, есть. Я же не говорю, что я какой-то особенный. Типа, вот сейчас у меня очень большой стресс. Я испытываю очень большой стресс. Просто я не хочу ныть об этом. Если любого человека, каким бы сильным он ни был, каждый день обрабатывать там хуёвыми комментариями, сообщениями в личку, типа, чувак, ты такой-сякой, типа, отстой, типа, ты всё испортил, ты там это... Человек рано или поздно реально начнёт думать, что с ним что-то не так. И знаешь, у меня сейчас такое состояние, когда я не чувствую абсолютно никакой поддержки, впереди только неизвестность. Ну и ладно. У меня не так много близких людей, тем более тех людей, которые, знаешь, намеренно бы интересовались моим состоянием, спрашивали, «Йо, Владос, как ты там?» Нет, типа. Потому что у каждого сейчас очень много своих проблем. Некому и некогда поддерживать друг друга, понял? Типа, вот. Поэтому я должен сам себя уметь поддержать. И так всегда было, чувак. Типа, когда я переехал жить в Питер, кто меня поддерживал? Никто меня не поддерживал, чувак. Когда я жил на улице, кто поддерживал? Я сам себя поддерживал. И типа, это очень важно, как ты себя ведешь наедине с собой, когда рядом никого нет. И как ты себя поддерживаешь обычно? Я просто пытаюсь взять волю в кулак и сказать, чувак, не время мыть. Время есть, есть, миллер. На фоне чего это стресс развивается? Тебе реально много хейта придает в личку? Ну, на данный момент очень много хейта. Прям, ну, я даже, честно, я даже не знаю, как так. Что пишут? Пишут, что, ну, вот классические штуки а-ля «Раньше было лучшее», вот там, типа, вышел трек, вот там, парт соды хуйня, типа, еще что-то. Блин, чуваки, плакать нечего. Лесничка в газ попала. Ну, тема такая. Ну, да, щупетильные вопросики. Слюзливая. Я просто верю в то, что это все-таки больше как маятник такой. Сначала тебя все любят, тебя все хотят видеть. Всем ты нравишься. Ты такой, ты открытие года по версии Моргенштерна. Чувак, ты опять испортил трек. Твои треки хуйня. Вивала вида, пизжа не будет, типа, понял? И вот я надеюсь, что сейчас качнется маятник, когда выйдет альбом. Я напомню людям просто, кто такой Сода Лав. Потому что все-таки Сода Лав не просто хер с горы. Когда начался хейт? Что это был за момент? Хейт начался, когда я хуйнино говорил на подкасте. Просто потому что, ну, как... Ну, как, я артист, я себя позиционирую как артист. Но я же никогда не стремился, знаешь, там... Нет, я, возможно, хотел стать известным, популярным, там, фу, круто. Но никогда не думал, что придется... Какая публика? Настолько продумывать, там, свой монолог. Быть артистом — это большая ответственность, и это надо принимать, если ты хочешь идти по этой дороге. Кто-то строит свою карьеру немножко на других вещах. Я все-таки не собирался становиться врагом народа. Я все еще в ладос, типа, ребят, могу вообще аморально шутить или еще что-то. Просто в очередной раз мне это стало напоминанием, что все-таки шути, шути, никто не запрещает, но шути при людях, которые тебя сто пудов поймут. Вот твои близкие. Вот с этими пацанами я вообще могу аморально шутить. Так мы и шутили. Мы и шутим, но не с вами. Потому что мы шутеры. Выходит подкаст, появляется пост Собчак, супервлиятельная медиа-личность начинает тебя хуесосить. Я понимаю, что реально и шоу-бизнес, и все медиа-пространство — это одна большая игра, в которой все играют по каким-то своим там правилам. И знание правил не освобождает от ответственности. И мне, как человеку, которому в принципе шоу-бизнес неинтересен. Типа, ну, для меня это когда-то была просто картинка. Я точно так же, как другие люди, смотрел на это. Я не собирался в это вникать. Даже получив известность, популярность, деньги, еще что-то, я все еще просто хочу делать дело, без которого не могу жить. Ведь я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что я имею. Ты сам писал пост, извините? Да, я писал и мне помогал мой друг. Как там потом написали очень прям яростно. Ой, у него там копирайтер какой-то. Нет, мы просто посидели вдвоем с корешем, который в юридических и во всяких таких социальных вопросах шарит больше. Немножко меня задело тем, что люди не верят, что я там умею красиво изъясняться, писать что-то. Вы поймите, чаще всего, когда я говорю на камеру, я говорю очень бегло, быстро, я могу даже падежи неправильно ставить. Я могу разговаривать как благо white, просто потому, что мне нужно быстро, прямо сейчас, максимально доступно изложить какую-то мысль. Если я сижу над заметками, я тысячу раз перечитываю, так написал строчечку, перечитал. То есть это же такой процесс. Мы сейчас находимся в Вологде, в городе, который встретился мне на моем жизненном пути после Ухты. И здесь вот я учился в школе. Это лицей, 32-й лицей. С Сариком мы с какого класса, с 7-го класса, короче, мы учились до... Какого? До 9-го. До 9-го, но один хуй, даже когда мы уже не учились, и типа до сих пор мы этот на Коннектике, и это круто. А теперь хочу показать вам второго Солокенда. Май лил хоу ми, йоу. Ты его называешь мой белый? Бро, я его называю мой белый. Главный вход там, нас вряд ли пустят внутрь, точнее нас 100 пудов не пустят внутрь, во-первых, потому что это я, меня нельзя пускать внутрь. А ты ушел из школы как-то с каким-то нехорошим флером? Нет, я просто ушел, потому что в 9-м классе всех начали чистить, всю параллель. Я просто ушел в школу, где меня не сильно морочили какими-то штуками, где я мог покайфовать просто. Я закончил 9 классов, а потом 2 класса я еще заканчивал в цыганской школе там у себя на райончике. Цыганская школа? Ну да, там очень много цыганских бараков рядом было, и типа там очень много всяких цыганья и всякого. Мы с Колей, есть определенные проблемы с распространением кое-чего. Ну, бро, там много проблем было, там был челик, спасибо большое за 5 месяцев, спасибо огромное заставу. Они же малые, и они ебанутые, и чувак просто принес малыну-батину в школу, типа понял, и запугивал там одноклассников. Как-то раз я помню, выхожу, что-то сишку покурить на крыльцо, и смотрю, что-то кровишка на земле, я такой, нихуя себе так. Ну и все, надо посмотреть. Я смотрю, и прям кровавый след конкретный, прям вот идет, короче, прям за угол, там по дороге, прямо. Я тут вперед смотрю, и вижу просто мужичок, типа, просто какого-то малого типа за собой там за ногу, блядь, за шиворот, не помню, тащит просто по земле, прям, ну типа волочок, все лицо в кровище, типа, ну я такой, еба, нихуя себе, надо сейчас подсторожить, и мусорнуться, короче. Ну я подсторожил, дошел прямо там до их дома, вот до этого деревяшки какой-то, блядь, полуразвалившейся. Ну я снял, естественно, на мобилку, на всякий случай, ну и мусоров вызвал. А потом оказалось как раз таки, что это и был вот чувак, который, ну типа, исполнял всякую дичку, он там вот пушку приносил, типа. А, это его тащили? Да, 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 это его батя, но он его жестко, он его жестко избил вообще. Какое ты будущее для себя представлял в классе в девятом, в десять? Будущее, да я хуй знает. Я просто съебаться хотел отсюда, типа, и прикол в том, что, знаешь, всегда были типочки, которые такие, типа, подвязанные, там, типа, ебать, да я сейчас уже все. Я что-то флешбекнула немножко на ситуацию, когда меня избили. Я узнала просто подробности. Недавно же я вот ездила в Ижевск, и мы общались с моей бывшей подругой, которая присутствовала вот на месте этого, так сказать, избиения меня. Вот. Я решила спросить, типа, а почему, типа, парни, которые там были, нам не помогли? Почему нас не разняли? Почему ей ничего не сказали? Почему не разняли? Короче, Саша мне сказала, что, ну, она же была в стороне, и она сказала, что, ну, вообще, Наташ, эту, типа, бабу вообще боится все село, и даже, типа, мужики, и поэтому никто не хотел вообще лезть, типа, к ней и разнимать, типа, тебя с ней, и похуй, что она там 100 килограмм весит, а я 40, типа, им вообще поебать, потому что вот она держит все село, типа, у нее есть все связи, вот так вот мне объяснили, короче, а я не знала об этом, я также спросила Сашу, а почему ты нас не разнимала? Потому что, ну, по моим ощущениям, что когда она меня избивала, типа, я просто валялась на земле, она меня пиздит, и я кричала, как резаная просто, на всю округу, и не чувствовала того, что меня разнимают с ней, и она говорит, нет, мы тебя разнимали, еще как, но, типа, нам никто не помог, поэтому это продлилось, типа, очень долго, а я вообще этого не чувствовала, вот эти такие флешбеки просто протекли, это жестко, я, короче, недавно просто уже нашла ее фотки, мама еще недавно разозлила, она уже вообще не знала об этом, и, короче, она узнала об этом по какому-то, я, короче, об этом рассказала на ролике злого, и еще когда-то на стриме рассказывала, и она, короче, этот ролик нашла на ютюбе, посмотрела, и она мне написала, типа, Наташа, а что, реально такое было? И она вот за неделю где-то до, она когда заплетала мне косички, она видела, короче, у меня тут разбитую голову, шрам, типа, большой у меня тут на голове есть, вот, и она говорит, типа, откуда у тебя этот шрам? А я говорю, да нет, у меня вроде, типа, нет шрама, и вот, она потом увидела эту видосу, такая, да, да мы ее найдем, да давай, что-нибудь сделаем, да давай, ну, типа, ну, начала вот эту вот историю, что вот, чтобы защитить меня, но я думаю, что, ну, типа, я не хочу никак уже ничего делать, и так далее. Там летом на подработку еду там в Питер нахуй, там у дяди, там у бати, еще что-то, вот сейчас перееду, и все будет охуенно, а ты такой сидишь и думаешь, бля, типа, у меня походу вообще, вообще непонятно, когда у меня такое получится. Я же сюда не хотел вообще приезжать, у меня родители развелись, и у меня, ну, там мама, мой брат младший, бабушка, вот мы переехали, просто, ну, потому что мама захотела переехать, и так произошло. Блядь, кто название стрима такое поставил? Я сейчас, я сейчас забанючила. Ты был 12 лет тогда? Да, мне было 12 лет. Как все это ощущалось? Я бы не сказал, что у меня прям произошел какой-то, знаешь, там разрыв очка конкретный, что типа, вау, блин, у меня там все мои друзья, там всем, да блин, нет, чувак, у меня не было друзей, типа, ну, не особо, у меня были мои пацаны, там, ну, дворовые, типа, мои соседи. Из одной деревни, ты приезжаешь в другую, она как бы больше визуально, и ты такой, вау, ничего себе, она реально больше, эта деревня. Ты же все равно скучал по отцу по любому? Блин, я не знаю, ну, такой я человек, что я вообще ни по кому не скучаю никогда. Какое обычно будущее у вологодского пацана, вот у типичного, который здесь остается и никуда не уезжает? Это вот опять надо рестарха звать, я не знаю. В основном, либо госпредприятие, либо обслуживающий персонал, то есть очень сильное деление идет. Третьего недавно понял. Очень жесткое классовое деление, и перейти в него как бы не получается, потому что если ты уже поднимаешься, то ты валишь отсюда. А ты чего не хвалил? А я сейчас двигаюсь. О, Наталья Дмитриевна, здравствуйте. А вы здравствуйте? Узнаете его? А, поняла. Да, поняла, поняла. А он, между прочим, стал рэп-звездой. Да, мы нас слышали, нас слышали. И, let's go. Я не знаю, что здесь у нас звезды. Да, да. А так, конечно, нет, которые были бы... Реально, я не болею. Я не болею. А вы тоже дайте, да, эту звезду. А скажите, он нормально учился, как рассказывает? Он говорит, что просто был круглым отличником. Это правда? Нет, это не правда, я не говорил. Я не говорил. Квадратным. Это самый центр города, да? Музыка, музыка, как раз смотреть. Музыка очень ортодоксальная. Это значит, что мы пришли в самое сердце города Вологды. Это Кремлевская площадь. Здесь относительно всего остального города красиво. Здесь можно, знаешь, залезть, типа, наверх. Шестко. На этот балкончик. Там музей кружева и всякая такая культурная. Я только закончил школу, я поступил в Вологодский государственный университет на лингвистику. Неделю я, ну, неделю я поучился. Причем, так, знаешь, неделю, типа, это, ну, там, до четверга, может быть. И потом все, меня жестко сломило, что-то вообще депрессуха пришла, присела, накинув бушлат. А из-за чего ты вот эту депрессию словил? Ну, потому что, прикинь, тебе 18 лет. Не знаю, как там у кого, я с родителями, жену. У меня во многом реально от родителей, ну, много чего зависело от родителей, в том плане, что мне говорят, нет, после школы ты не поедешь никуда ни в Питер, ни в Москву, ты, типа, будешь учиться здесь. А я-то понимаю, что, блин, нельзя, нельзя проебывать время. Типа, если сейчас нет, значит, все, типа, по-другому в провинции не работает. Это реально гетто, чувак, типа, это реально, если ты не успел выпрыгнуть, ам, и все. Я просто сел дома, да, и забухал, короче. Бухал прям водку? Да, хуярил жестко. Я просыпался уже бухой, типа, на самом деле. Знаешь, была такая тема, что ты боишься одиночества, и поэтому у тебя дома постоянно какая-то, блин, мусорка из тел. Пацаны засыпают там шестером, вот так вот, и вальтом, типа, на кровати на одной. Я сидел просто в КС-ку, хуярил всю ночь. А у меня, знаешь, усненные собирались ростом с меня коробки из-под пиццы, а мы потом их на пустыре жгли. Ну, типа, прям, огромные костры такие были. Мы в холодильнике, все, что было, это живой белый медведь, и водка, и еще там, этот, на батарее. Где ты брал деньги тогда? Ну, тебе же нужно было пиццу покупать, там, живое пиво, вот это все. Что на батарее? Бро, пиво было совсем даже не живое. Я переехал, я переехал от мамы в съемную квартиру, и первое время, когда я, ну, типа, закончил школу, батя закидывал, помогал, ну, там, знаешь, он что-то тысяч восемь на месяц мне закидывал. И я еще шмотки перепродавал. А ты их в секунде находил? Был один магазинчик прикольный, в Заречье. Вот знаешь, когда в Володе еще ничего не было, там уже вот продавались, там, рубашечки, Барбари, типа, Ральф Лорен, ну, и непаленые шмотки были. Было много пали, конечно, но, типа, блин, в то время вообще хуй, кто разбирался, что пали, что не пали. Но ты разбирался? Ну, так, да, относительно нормально. У меня еще чувачков много было, знакомых, которые, типа, легит-чек устраивали. Реселлером был? Ну, да. А что делать-то? На вебке я уже позже начал работать. Про вебку мы еще поговорим. Поговорим. И, может быть, посмотрим. Избранные фрагменты. На DVD. Нормально. Раскопали то, что ты вебками. Чего это вообще было такое? Да прикол просто. Да деньги зарабатывал. Это же было буквально в прошлом году такое. Что? Нет, это было совсем... Блин, вы видели, как я выгляжу на фотках на тех? У тебя там усы. И что со мной вообще? Я выгляжу, как торчок там. Как усатый торчок. Да, да. Но это было давно. Это было очень давно. Я не знала. Четыре точно. Четыре года назад. Почему вообще с этим заниматься? То есть, настолько были нужны деньги? Я просто, видишь, я же говорю, у нас немножко, у нас у всех немножко разные рамки подозволенного, морали и прочего. Бро, это жизнь. Живи ее. Все, делай херню. Главное, не вреди никому. Типа, не делай таких вещей, которые, знаешь, необратимы. Наверное, это по большей части страх ответственности. Я просто до сих пор не повзрослел и боюсь ответственности. Ну, я не могу делать какие-то вещи, которые я не смогу control-z сделать. Типа, понял? То есть, я очень сильно хочу завести детей, но я не могу сейчас себе это позволить. Я даже собаку не могу себе позволить завести, хотя очень хочу домашнего питомца. Сколько платили? Костью у нас? Я не помню. Честно, не помню. Ну, честно, не помню, но это было в тысячах баксов, типа. В месячишках? Если на Лайте, так как я работал на Лайте раза два в неделю, там, пришел, на пару часиков посидел, ушел, ну, там, 1200-300 точно можно было за месяц поднять. Еще и наличка, типа, там, в баксах. Ну, естественно, почему? Потому что вебкам у нас вроде как не совсем легальная деятельность. Что стало с той девочкой, которая была вебкам? Осуждая вебкам? Да не знаю, живая, вроде написала мне относительно недавно и сказала, что я ее многому научил. И она мне благодарна. И все. Общение – это потребность, это… Общение – это мастербация от души, брат. А что с ногами, брат? Меня? В вебкаме. Чувак, вы вообще не представляете, что такое вебкам. Вы не представляете, насколько там тонкостей. То есть, если ты куришь сигу в кадре, это один род фетишистов, они готовы тебе заплатить тысячи баксов просто за то, что ты куришь сигу. Если ты показываешь какой-нибудь, если у тебя месячный, ты показываешь прокладку свою, это вообще сказочные бабки могут заплатить. Ты можешь наставить в стакан, это сказочные бабки, чувак. А пить придется? Нет, можешь просто. Ну, типа, ну, смотря, что попросит человек, смотря, на что ты способен и готов. А чем тебя просили? Самая какая-нибудь безумная просьба? Бро, все, о чем просили, у меня, мне не важно, о чем меня просят, есть четкий список того, что я мог сделать. То есть, ну, и там ничего такого особенно жесткого не было, я думаю. В жопу точно себе ничего не пихал, если кому-то интересно. Не могу не спросить, любимый порно-актер и любимая порно-актриса? Понял. Отсутствует. Раньше очень Мэдисон Айвен нравился. Но... Она, кстати, хорошая тоже. Я не могу, знаешь, заниматься сексом с одной девушкой много раз. Ну, мне скучно просто. И точно так же я не могу смотреть на одну актрису больше пары раз. Мне становится скучно. Поэтому я постоянно листаю и все. У меня нет... Ну, а любимый актер, тем более, типа, что вообще за вопрос такой? Коля, кто твой любимый актер? Ты? Спасибо. Фотография. Это я в том же году, в котором Янгтак выпустил Джеффри, я стою в платье. То есть просто отдал дань уважения? Нет. Я просто это делал сам по себе. Димашок, может быть, я одобрил. Я вообще в правду или действие играл на этой фотке. То есть у тебя было действие на деть платье? Да, но было еще до этого, когда... Это уже в Москве я на какой-то вписочной хате, типа. А была фотка, где я в Володе в розовом не платится вообще. Вы думаете, реально это, мне интересно? Кенту в его магазинчик, где он гранчил шмотками. И увидел это платье и такой «Пфф! Дого, если я его сейчас надену, ты мне там три рубашки отдашь». И он такой «Пфф! Давай, типа, погнали». Ну и все. А мне по приколу. Я же панк был раньше отбитый вообще. Ну такой веселый чувак. Ты же сказал недавно, что на свой следующий альбом ты будешь делать продакшн сам. Я думаю, что да, потому что на самом деле, конечно же, причина не в том, что очень жесткая бюрократическая запара с продюсерами, там, бюлмейкерами. Я не знаю, почему вы мне не верите. Типа, у меня лицо ну ехидное, ехидное лицо. Да, есть такое. Но я, типа, не пижу вам. Когда вам хоть раз пиздело, вот и все, блядь. Вот и все, нахуй. Вот и закончили. Мало, понял. Для самоудовлетворения. Раньше было достаточно просто, знаешь, бать, я читаю рэп. Круто. А сейчас, нет. У меня эго, оно постоянно раздувается. Постоянно нужно очень люто, очень люто. Музыка идеальна просто ложится. Мне кажется, что ты еще постоянно сталкиваешься с тем, что очень многие битмейкеры, которые что-то тебе кидают, звучат дефолтно, одинаково. Это ужас вообще. Тай бит, это бесконечно. Это ужас, потому что как будто чуваки вообще на поверхности. Ну вообще, типа, они не... Ну, то, что ты делаешь, во многом, это реально отражение твоего музыкального вкуса. Если ты пишешь, блядь, гиперпоп биты, это неплохо. Но если ты пишешь только гиперпоп биты, это плохо. Как ты заманил всех этих людей на львом? Там же все, все от Хаски, да? Бро, там должен был быть Кизару. Почему? Мы с Олегом охуенно общались, а потом просто он увидел историю, где я у Моргена в рейстике, и, блин, темп, все. То есть он прямо настолько... Ну, блин, ну, увидишь, Олег в своих принципах прям идет до Талова. Да я не ошибаюсь, но это его дело, просто забавно. А у них же, по-моему, с Хаски, я что слышала, как будто бы терки, нет? Я был на альбоме, потому что, да не знаю, я до сих пор слушаю его музло. Ну, старое. Круто. Ты подчеркивал важность панч-лайнов в Рэйбе. Зови свой любимый панч, который ты сам придумал. Короче, вот есть очень простой панч. Не нужна собака, но завел суку. Очень простой панч. Очень на поверхности. Нет НТ, и тут нет любви, но она хочет секса, как Антиса Чехова. Ооо, вот это прям старая школа. Я в Питер переехал, бухой сел в поезд, и уехал, больше не вернулся. Уча что у тебя было вообще с тобой? Есть денег, из вещей? Из вещей, и не помню уже. Я помню, когда я засыпалась, мама по Дом-2, просыпалась по Антису Чехову, мама сразу переключала канал на карусель. В сумку я положил там пару шмоток каких-то. Пьяным поехал, что для храбрости, чтобы? Нет, я просто домой пьяный пришел, такой, бля, типа, нихуя себе. Денег-то нету, а что делать-то? Ну, типа, вот, просто купил на сидячий вагончик, билеты, Моя мамуля, моя бабуля, Татьяна Геннадьевна и Елена Михайловна. Это две женщины главные в моей жизни. Отлично, у нас сразу же вопрос. Вы не верите, что Влад артист? Так почему не верю-верю? А он читает в треке, что не верите. Где? Он все время с мамой там конфликтует. Да задолбался. Шипалится. Нет, это давно, это давно. Он у нас стихи читал, всегда у него очень много грамот было и в садике, и в школе всегда. Лучился хорошо. Стесняется. Она хорошая мальчика. Давайте вот-вот важный член семьи. Блин, вот это вообще собака, короче, подарил ее маме, чтобы охраняла дом и такая она бусинка-мальбусинка была вообще. А сейчас приехала, она меня не узнает, короче. Ну, уже, наверное, узнает, уже не ломается. А теперь не она храняет дом, а ее охраняет. Теперь мама охраняет ее, да. Как вы отреагировали, когда он собрал вещи и уехал в Питер? Вечером у нас был разговор. Он сказал, я хочу уехать в Питер. Я говорю, я не пущу. Он сказал, я уеду. Я говорю, денег не дам в дорогу. Он говорит, у меня 500 рублей. Утром звоню, Владя, ты где? Я в Питере. Ваша реакция? Ну, как? Как? Шок. Как? Шок, шок. Это шок, это рэп мой. А вот когда вы приняли, что сын теперь музыкант, звезда? Для меня-то он сын, я знаю, что он поет. В других городов звонили, что поет твой ребенок. Я говорю, так не слушайте. И чего говорили? Осуждали? Конечно. А теперь, когда вышли все клипы, я им так посылаю, они уже фанаты его. А вы все смотрите? И клипы, и интервью? Он мне говорит, ну, много я смотрю, но я расстраиваюсь, поэтому он мне говорит, не смотри. Вы расстраиваетесь почему? Так что разваливаться? Я говорю, не смотри просто. Панчала. Вот у меня бабуля постоянно на телевизоре. Он мне звонит иногда, там что-то про Моргена втирает вообще, рассказывает. Ты такой, ты откуда вообще знаешь, там, как ты вообще Моргенштерн без ошибки можешь вообще? Привет, Даша. Чат, привет. Какие планы у тебя на НГ? Знаю, что рано просить, но не хотите сводить, запустить 31 и встретить Новый год на стриме? Да нет, пока планов вообще не было на Новый год. Спасибо большое за 10 рублей, Даш. Просто приехать, просто провести Новый год с семьей, это, во-первых, семейный праздник, не нужно искать какого-то движа, согласна, согласна. Вот. Не знаю, посидим втроем, покайфуем с третьим, выпьем, покушаем оливьешку, все. Не знаю, может быть, запустим стрим, не знаю, как там, не знаю, мне пока ничего не говорили. Произнести. Ты звали на мальча? Меня звали, но Рома меня звал изначально, я сказала, Катя, что нужна была необходимость, забор, забор, Владик. Чтобы мы не жили в кирпичах, Владик. Вот дом помог доделать он, да он и сейчас все помогает, и... он во всем помогает. инвестирует в дом? Нет, он не ради этого, он, да. А вы легко смирились с его татуировками? Нет. Когда он мне в школе приходил, говорит, мама, можно я покрашу волосы? Я говорю, какой цвет? Он, синий. Я говорю, не вопрос, можно, только не тату. Ну, потом съездил к папе и понеслось. Что-то тут как-то странная связь. Ну, потому что папа разрешил без моего... разрешил его, папа татуировщик? Просто денег дал, Нет, он мне никаких денег не давал. О чем тут речь? Я пробивал панковский максимально с пивком, поливая пивком, лучше, если что, все, 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 было максимально пеушное и по-уличному. Не пугают какие-то вещи по-миному? Не пугают, которые он попадает успешно, временами? Или жесть, которая нас, в общем-то, и не касается, но он из всего выйдет чистый. Он не подлый человек, я слишком хорошо знаю своего сына, поэтому то, что там пишут, это... Нет, нет, нет. Я знаю, что он в этом не участвует, поэтому я так спокойно считаю. Когда всплыла вот эта якобы переписка с малолетней фанаткой, у которой ты якобы требовал нюдисы, ты не боялся, что у тебя отменят? Ну, блин, мысли, конечно, такие были, просто я в первую очередь надеюсь на благоразумие вообще людей. Таких ситуаций же много было, на самом деле. И Степан не извинился. А мне, например, подписчики, опять же, и в Телеграме, и в Инсте, задолго до того, как появился вот этот фейк, присылали мне скрины, говорили, вот, блин, Владос, тут какой-то чувак, типа, прикидывает с тобой. И я думал, что когда-нибудь рано или поздно, ну, по-любому произойдет что-то такое, когда меня попытаются просто, ну, мое имя очернить вот такими штуками. Но я сразу же просто закинул вроде все пруфы. Мне даже пришлось номер свой спалить, но, в принципе, я этого не боялся, потому что он и так спаленный миллион раз. Из-за череды скандалов ты решился каких-то рекламных контрактов? Те компании, которые, возможно, хотели со мной посотрудничать, они, ну, они не написали, естественно. Например, недавно мне девочка рассказывала историю такую, что она общается там с брендом Сваровски, и они такие, такс, 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 а кого бы мод нам можно подтянуть там сюда-то, сюда-то? И вот она предложила мою кандидатуру, а ей ответили на это, типа, этого чувака, типа, м-м-м. И сейчас, сейчас модно хейтить Содулава, типа, ну, реально. Год назад было модно упоминать его, просто, знаешь, там, или как-то пытаться вывести на разговор, на какое-то внимание, а сейчас просто модно хейтить. Даже ЖОСУ пишут люди, типа, зачем ты фитуешь Содой Лав? Ну, потому что он брат, например, мой, типа, близкий, и, наверное, потому что мы топим друг за другом, и нам кайфово вообще от того, что мы делаем. Видишь, а люди не понимают, люди пишут. А по-твоему, нафига люди этим занимаются? То есть, нафига им публиковать фейковые фотографии тебя и вот весь этот скандал раздувать? Наверное, людям просто скучно. Ну, а что, как еще тогда можно объяснить это? Просто, ну, а, нет, есть, сейчас будет, есть чуваки, и сливеры. Сливеры? Сливеры. Они сливают треки, типа, демки сливают, и там подговаривают битмарей некоторых. Некоторые битмари реально ведутся, я даже историю выкладывал, что чуваки, прикинь, продюсеры, я не могу их так называть, битмари, продают демки за пару сотен баксов, типа, грубо говоря, сливером, и они это постят. У меня же есть тоже там молодые ребята, которые регулярно там в телеге мне что-то делятся со мной какой-то инфой. Но большинство сливают треков, чтобы навести шуму больше. Где публикуют сливы треков. Но, помимо этих сливов, там чувак кичился тем, что это якобы он начал вот это все фейк, написать с фейков и прочее, и прочее. Мы пробили чувачка, который изначально это все начал, и, ну, типа, это вообще, это вообще глупый ребенок, который, реально, это глупый ребенок, который просто сидит дома, ему нечем заняться. После этого скандала у тебя бывали проблемы в отношениях с девушками? Я не знаю, как это работает, но это работает так. Я знакомлюсь с девушкой, она, если она не особо далекая, она, это прямо сходу. А, это же ты там с девушками, да? Но потом следует, сам понимаешь, что, ну, типа, бартерная основа. ты понял? А девочки, которые более-менее, ну, адекватные, они после всего, что у нас может быть, смогут, ну, спрашивают, типа, а вот что это там, вот это, а вот это, а как вот так это было, типа, но я могу доходчиво объяснить, в принципе, как я это и делал, почему, что, как, и никаких вопросов не остается. Тебе правда нравятся девочки за 30? Ну, это уже не девочки. Ну, это группа девочки, скорее. Простите. Во-первых, я обожаю всех представительниц прекрасного пола, всех водоксов. Маму Стифлера, в том числе. Я не борщу, я не встречаюсь, там, я не геронтофил же какой-то, есть порог определенный, но чаще всего мне реально, мне проще, и есть о чем поговорить, как минимум, с женщинами, просто, которые постарше, постарше меня, и постарше девчонок, с которыми я часто общаюсь. У тебя были отношения с женщинами, сильно старше тебя, скажем так? Отношений? Это как, за ручку гулять, типа? Что вы встречаетесь? Нет. Три месяца. Если это три месяца секса, тогда можно... А секс был? Смотри на этого черта. Был, ладно. Отдыхаете? Но еще вопросик, а то я не поняла, кто третий? Или ты Сэма, или Майка не посчитала? Значит, четвертый, пятый, значит, в Питером. Меня не было премию Джеки, ты был номинантом, и я слетел. Третий Иван Пашкевич. Мне не нужны премии, честно. Это было прикольно, когда меня позвали в яхт-клуб какой-то, типа, вау, что это такое еще? Ничего не имею против их решения, их можно понять тоже. Для меня куда более важным и значимым событием стало то, что вот мой трек там стал неофициальным гимном выпускных. Типа, вау, это же круто, это то событие, которое вот я прекрасно помню, и это важное событие в жизни каждого подростка, выпускной. Очень круто, что вообще и, ну и родители, наверное, больше вникают в интересы отпрысков. Если раньше у нас там исключительно какие-то там Катюши, там еще что-то там. Какой-то, что вот этот реестр каких-то песен общепринятых, которые у всех есть. Вот единственное, что вот Алсу, простимся со школой, жизни веселой. Прощайте школьные дни. Вот это было круто. Мне не нужна премия, чуваки. Я как, вот я как Фредди Гибс. Типа, йоу, я Сода Лав. Это не ассоциируется с премиями вообще ни с какими. Это мой андеграунд. Здесь вот мама творит. Это целый швейный цех. Вообще по образованию я дизайнер интерьерсик, но так как я сию всю жизнь, поэтому... Просто ему, как зарисовка, показала, что я ему хочу сделать, я ему объясняла. Он еще и рисует, трон. Это близкие. Это какая-то куртка, а тут какая-то вот это вот такое и запрещение. Лучше на спине это делать. На спине это очень good. Я увидел у вас книжечку «История моды». С точки зрения моды как оцениваете лук сына? Я же не е. Да я приезжаю в деревенском всегда. Когда еду в деревню, я всегда в деревенском максимально. Что у меня есть в деревенском? В смысле? Сипи компани, суприм, силие. Ну, странные носки. Какая же модная. Как будто бы есть такая тенденция, что если ты едешь в провинцию, ты едешь туда, знаешь, в том, в чем ты не будешь выделяться максимально. Максимально кежуал такой, типа ты ел. Я просто в черном весь. Короче, я не знаю. Я бы не стал, знаешь, ну, вряд ли бы я бы стал там Диор какой-нибудь на себя надевать, если бы поехал в Вологду. Я попросил Мамулю, чтобы она... Недавно мы с Филиппом Трапезниковым «Салют, Филипп!» обсуждали книги, которые мы читали в детстве, и мы что-то вспоминали, прям вот эти, знаешь, связанные, сшитые из огромного количества таких книжечек. Сборники. Блин, короче, Филипп, Филипп, я сделал это. Смотри, это Петька Микроб. Петька Микроб. Петька Микроб. Это легенда вообще, чувак. Вот это реальный слаймер того времени. Это вообще... Это у меня будильник. Волшебный камень. Гад дэм, гад дэм. Волшебный камень это вообще пушка. Света. Вот, блин, я прямо у меня глаза... Это про Челябинск тема волшебный камень. Базара нет. На самом деле, спасибо вписке большое за то, что у меня все-таки, вот знаете, среди плотного графика всех дел нашлись вот эти буквально пару дней, когда мы просто берем и приезжаем в места, которые много для меня значат и в которых я бы хотел побывать просто, знаешь, как портал такой. Для этого мы здесь. Расскажи самую зашкварную историю в твоей жизни. Раз уж шоу зашкварной истории не обновляется. Блин, могу микро зашкварную историю рассказать. Короче, когда я был малой и когда, ну, знаешь, пуберта, созревание, когда у тебя только волосы начинают отрастать везде, в каких-то местах, я, короче, такой, типа, знаешь, у меня там заросло, все, я такой, мужик, типа, хорош. И я, короче, понял, что сделал? Я первый раз, когда побрился, я лобковые волосы засунул в коробок из-под спичек и закинул в шкаф к себе. Зачем? Просто, не знаю, ну, так, на память. Ну, типа, что естественно, это не безобразно. И, прикинь, что, да, мама убиралась, короче, я прихожу, коробка нет, типа. А ты спросил у нее, где коробок? Нет. Ну, я, короче, до сих пор, нет, я просто, я до сих пор надеюсь, что она не посмотрела в него. Вроде вопросов не было никаких. Я думаю, она бы по-любому мне что-то меня спросила из себя увидел. Я бы такой, да, эта собака налиняла, я решил собрать, там, чисто, эксперименты, там, да, по биологии задали, под микроскопом, посмотри, шерсть собаки, типа. Ты произведешь впечатление максимально незакомплексованного человека. А так было всегда? Когда был малой, я очень был закомплексованный чувак. Вспомним инстасамку, то, что она там писала про мои зубы. Зубы, это мой единственный комплекс в жизни. Но я не боюсь про это говорить. Мне не нравятся мои зубы, абсолютно. Они реально стрёмные. Ну, типа, я считаю так. У меня многие люди там уверяют, что нет, Владос, у тебя все круто. Нет, я действительно вообще всю жизнь комплексую из-за зубов, но при этом я-то понимаю, что я поставил брекеты, я слежу за этим, и скоро у меня будут зубы, как у Big Baby Tape. Обе челюсти. Салют, Егор. Люди очень безответственные подходят вообще ко всему. Им лишь бы быстрее получить результат. Не знаю, мое мнение. Им прям подходит, типа. Все, спиливаю сейчас все, ставлю себе виниры. Нет, это так не работает. Организм очень сложная структура, очень сложный механизм. Если ты профилонил этот момент, скорее всего, к 30-ти ты будешь мучиться. Если ты поставил себе виниры, не исправляя прикус, ты будешь мучиться сто пудов. А я ко всему основательно подхожу. Салют и большая благодарность от всего сердца Монике, моему лечащему ортодонту. И если бы не она, я бы уже точно в депрессии бы в конкретной был. Как ты избавился от аэрофобии? Парадокс такой. Не нужно бояться страха, типа, понял? Страх, страх — это самая тупая вещь, которая может быть, которая будет тебе мешать. Тебе нужно просто понять, что все реакции в твоем организме, все, что происходит, когда ты садишься в самолет, например, у тебя начинаются потоотделения, у тебя там кружится голова, расслабляются мышцы, тебе хочется в туалет и прочее, прочее. Это все абсолютно нормально. Когда я начал ходить к психотерапевту по этому поводу, она мне, знаешь, там, мы расписали такие заметочки, типа, причина-следствие. Почему? Вот такая реакция, почему такая реакция. Ты вот сидишь и проговариваешь, вот сейчас у меня кружится на нашу голова, вот сейчас у меня сухо во рту, потому что вот это. Во многом механизм страха это же допотопная вещь, которая преследует нас еще с, там, доисторических времен. И это то, что помогало нам выживать все эти эпохи, столетия, тысячелетия и, наконец-то, дождаться нового альбома «Ксимирона». Если представить, что через год или через два мы снова к тебе приедем и сделаем сиквел в писке про тебя, вот каким бы ты хотел стать к тому времени? Как тебе хочется, чтобы о тебе говорили и чтобы тебя слушали твои поклонники? Я надеюсь, что именно мои поклонники, блин, я не люблю такие слова, поклонники, фанаты. Саппортеры? Саппортеры, действительно, мои родники. Моя стая, как говорит Локимин. Let's go. Я надеюсь, что эти люди просто взрослеют вместе со мной. и я надеюсь, что наше взросление, оно так и тому образом пересечется, что я смогу им помочь не совершать каких-то ошибок. А если мы совершим одни и те же ошибки, то я смогу им какой-то возможный способ решения предложить, который они уже смогут либо принять, либо сказать, старый, не учи ученого, поешь говна копченого. Татуировка на лице это ошибка? Нет. Почему? Да блин, чувак, если я вот так сделаю, ее не видно даже. Люди многие не замечают, что у меня есть татуировка на лице вообще. У него есть татуировка на лице? Меня она тем более не беспокоит. Не люблю никогда на будущее загадывать. Надеюсь, что когда мы увидимся с вами в следующий раз в рамках проектов Писка, у всех все будет хорошо, близкие будут здоровы, живы, невредимы, ни у кого не появится больше проблем, чем есть сейчас. И печень не вырастет. Так, ребятушки, помните ли вы, что был Детройт Ремень? Влад нам рассказывал, как поборол аэрофобию. Расскажите и вы в комментариях, как вы побороли свою фобию. И автору самой интересной истории и самого интересного рецепта мы отправим вот этот фордовский из Детройта, между прочим, ремешок. Обязательно пишите только контакты для связи с вами. Лучшие ссылки на страницы в ваших соцсетях. И обязательно подписывайтесь на канал Вписка, ставьте большой палец подождите. Ну, слушайте, спасибо за выпуск, душевный выпуск. Ну, ничего нового я не услышала, услышала только про вебкам, удивилась, забила хуй и всё. А так, ну, прикольный, интересный чел. Но я думала, что он как-то поинтереснее будет что-то рассуждать, что-то обсуждать, что-то говорить. Не знаю, мне вначале понравилось очень. Первые минут 20, первые минут 20 мне очень понравились. Фразочки его всякие, что его вдохновляет, что он смотрит, что он, чему он увлекается, а всё остальное как-то уже так посредственно. Ну, обычные, какие-то истории. На хуй мы смотрели? В смысле, чтобы в этом убедиться? Чтобы в этом убедиться. На хуй мы это смотрели, если ты ничего нового не узнала? Да не, я думала, ну, как-то более интересно. Ну, блядь, я, в смысле, я в писку с Вади тоже так же смотрела, что, ну, ничего нового не узнала. То же самое. Вот интересно было, пиздец, как, я не знаю, мне было очень интересно, допустим, вот со стримерами смотреть. Я не знаю, они какие-то истории, блядь, что-то рассказывают, что-то из жизни, что-то такое вот это. Зашкварно, не зашкварно, а этот что-то понтуется, что-то там пытается, что-то это. Не знаю. Мне вот это даже Mellon Music больше понравилось от этого. 163 он майонек истории, чем от соды. Не знаю, я думаю, сода поинтереснее человечек будет. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,